Рассмотрим возможности обратной связи. Обратная связь является дополнительным функционалом в нашей системе. Напомню, что основной функционал – это прием оплаты и проведение тренингов. Но, естественно, нужно как-то связываться пользователем с вами. И для того, чтобы вам не создавать отдельные сайты с формой обратной связи или не внедрять отдельные скрипты, мы реализовали данный функционал. В системе Billing Master обратную связь можно вывести двумя способами. Первый – это пунктом «Меню», при клике на который откроется страница с формой обратной связи. Второй способ – это с помощью виджета. Виджет можно вывести, напомню, сверху, справа, снизу два раза. Ну, снизу две области. Как правило, выводится виджет справа. Итак, давайте рассмотрим, как мы можем вывести форму обратной связи. Сперва рассмотрим создание пункта «Меню». Перейдем в сайт, настройка «Меню» и добавим пункт «Меню» «Обратная связь». Напишем «Задать вопрос». Остальные настройки нам здесь не актуальны. Нажимаем «Сохранить». Сейчас, если мы обновим страницу, у нас ссылка появилась, но отдает 44-ю ошибку, потому что данная опция нуждается во включении. То есть, включить обратную связь. Нажимаем «Сохранить». Обновляем. Итак, у нас появилась форма. Здесь мы можем задать вопрос, и сообщение уйдет на ящик, который у нас указан в настройках. Где настраивается данная форма? Переходим на сайт «Обратная связь». Здесь, на главной странице «Обратной связи» у нас будет появляться список всех сообщений, которые были отправлены через формы. А список форм у нас находится при клике «Откроется» при клике по ссылке «Список форм». Базовая форма «Обратной связи» уже создана. При необходимости мы можем добавить другие формы. Нажимаем «Создать форму». Например, «Моя форма». В настройках формы «Обратной связи» мы можем изменить заголовок. Можно добавить описание. Поставить урель редиректа после отправки. Текст перед формой, текст внизу формы. Добавить или убрать не нужны нам поля. По умолчанию у нас есть поле имени, поле телефона, поле e-mail, поле сообщения, которое тоже, кстати, можно скрыть. Можно убрать политику конфиденциальности, изменить кнопку «Отправить сообщение», поставить минимальное время заполнения формы для того, чтобы избежать спама и добавить дополнительные поля с различными типами. Текст, радио кнопка, форма «Селект» или «Чекбокс». Разница «Чекбокса» от «Селекта» и от «Радио» в том, что чекбоксов мы можем выбрать несколько. Таких дополнительных полей мы можем добавить две штуки. Далее «Сообщение после отправки» и «Письмо после отправки». То есть мы отправили сообщение, к нам на почту приходит письмо о том, что мы получили ваше сообщение. Если актуально, то добавляем. Мы можем добавить несколько форм, если нам нужно, и выводить их на разных страницах. Формы могут отличаться сообщениями после отправки и количеством полей, которые в этих формах добавлены. Например, форма на блоге. Мы можем здесь оставить просто имя, e-mail и показывать сообщение. Нажмем «Создать». Давайте сейчас данную форму выведем на блоге с помощью виджета. Переходим в виджеты. Создаем виджет «Форма обратной связи». Поставим «Выводить в сайт баре». И, например, на блоге. И выберем «Форму». Форма на блоге. Нажмем «Сохранить». Сейчас, если перейдем на блог, то увидим, что у нас появилась форма. Ну, здесь чуть-чуть подправим. Вот. Таким образом мы можем выводить формы в тех местах, в которых нам нужно. После отправки формы мы можем сохранять сообщение у нас в админке. Перейдем на «Создать вопрос». Для того, чтобы сообщения сохранялись, нам нужно зайти в «Настройки» и в «Функциях» поставить опцию «Записывать сообщение». Нажмем «Сохранить». Сейчас что-нибудь напишем. Нажмем «Отправить сообщение». Вернемся в обратную связь и видим, что у нас здесь оставлено одно сообщение. Таким образом вы можете отслеживать все сообщения, которые были отправлены с данной платформы. Можем просмотреть. Поставить статус, чтобы просмотрен. Здесь указано сообщение. Мы можем добавить какую-нибудь заметку. Можем статус также изменить. Вот так работают формы обратной связи в системе Billing Master. На этом урок закончен. Переходим к следующему.